Здравствуйте! Мы находимся на юге Франции, где проходит тест-драйв обновленной линейки купе от Мерседесов. Это большие автомобили с индексом CL. Справа от меня CL500, слева CL63 AMG. Оба автомобиля оснащены восьмицилиндровыми силовыми агрегатами, семиступенчатыми автоматическими трансмиссиями. Но если правая гражданская версия оснащена стандартным автоматом 7G-троник, то левая оснащена специальной коробкой, только что разработанной для такого мощного мотора специалистами AMG. Дело в том, что несмотря на наличие двух одинаковых, на первый взгляд, силовых агрегатов, это V-образные восьмерки, левый автомобиль выдает в крутящий момент почти 900 ньютонометров. Это если заказать пакет Performance, ускорение этого автомобиля происходит за 4,4 секунды. Но самое главное, отличительной особенностью обоих автомобилей является тот факт, что инженерам-двигателистам удалось снизить расход топлива на 25%. Если обычная версия расходует порядка 9,5 литров на сотню, ну естественно это в смешанном цикле, то левая спортивная машина, ее расход не намного больше, 10,5 литров на сотню. Это заявленный расход топлива инженерами компании Mercedes. У меня была возможность проверить, действительно ли это так на обеих машинах. И я могу сказать, что даже при работе в том режиме съемки, в котором эксплуатировались эти машины, не удалось повысить расход топлива выше 11 литров. Это в принципе очень и очень неплохой показатель. Главное отличие, чем можно, вернее, отличить два автомобиля, гражданскую версию и спортивную версию. Первое, что бросается в глаза, это бампер. Обратите внимание, здесь у гражданской версии он совершенно обычный. Если мы посмотрим на бампер, которым оснащен автомобиль от АМГ, здесь присутствует карбон, специальные черные вставки, и в принципе бампер имеет немного иную конфигурацию, сделано это намеренно, дабы увеличить прижимную силу передней оси. То же самое можно сказать и про зеркала. В принципе, карбон здесь носит лишь, в общем-то, декоративный характер, но если посмотреть на заднюю часть автомобилей, то она действительно будет очень и очень отличаться. Сзади отличие еще более разительное. Обратите внимание, у гражданской пятилитровой версии патрубков хромированных всего два. Они расположены по обе стороны от бампера. У версии от АМГ их уже четыре. Они обрамлены карбоновой вставкой и имеется довольно развитый диффузор. Сделано это также для улучшения аэродинамики. Дело не только в патрубках. Вы послушайте, как настроен выхлоп у стандартной версии автомобиля. Это не самый мощный рыб, на который способна эта машина. Если я подойду к автомобилю, стоящему с левой стороны, вы будете действительно впечатлены. Звук спортивной версии поражает еще больше. Просто послушайте. Уже только по этому излучанию можно судить о том, что настройки у мотора и коробки совершенно отличаются от гражданской версии Вицейл. Сегодня это самый высокотехнологичный автомобиль из Штутгарта. Причем это касается как гражданской версии, так и автомобиля, подготовленного специалистами АМГ. Начну с самого главного, обычного, конечно, в кавычках, гражданского двигателя. Объем битурбированного V-образного восьмицилиндрового силового агрегата снижен до 4600 кубических сантиметров. При этом моментные характеристики и отдача этого мотора возросли. Максимальный крутящий момент просто фантастичен. 700 ньютон-метров и достигается он при 2100 оборотах в минуту. Мощность автомобиля 435 лошадиных сил. И дело тут в технологии. Технология Blue Direct, которой оснащен битурбированный мотор, это целый ряд инновационных решений, уникальных в своем сочетании. Среди них, в частности, непосредственный брызг топлива третьего поколения со струйным управлением, сгоранием и пьезоинжекторами, а также зажигание рабочей смеси несколькими последовательными искровыми разрядами свечей. Свечи могут выдавать искру до четырех раз в течение миллисекунды. Вы только задумайтесь об этом. Это совершенно невозможно представить. Реакции на педаль акселератора мгновенны. Единственным раздражающим фактором являются трансмиссионные удары при переводе селектора в разные положения. Однако в движении плавность переключения коробки поражает. Экономить топливо позволяет режим эко. Интересная инновация. Система старт-стоп не просто глушит автомобиль на светофорах и провках. Она также управляет генератором и в зависимости от дорожной ситуации поддерживает систему бортового напряжения на определенном уровне. Применяется и режим рекуперации энергии, но не только при торможении, но даже при движении накат. Паровозный крутящий момент этого силового агрегата, в общем-то, действительно впечатляет. Посмотрите, насколько быстро происходит ускорение автомобиля. Причем мы движемся по горным дорогам. Ощущение вот этой скорости и того, как тебя вжимает, собственно говоря, в сиденье, наверное, стоит многого. И действительно дорогого. Поскольку когда ты находишься за рулем такого большого автомобиля, вот это ощущение скорости, оно, наверное, еще больше. Потому что сила инерции, которая потом двигает этот автомобиль вперед, заставляет тебя заваливаться на сиденье. Кстати, сиденье можно отрегулировать. И тот момент, что есть у Мерседеса, мало того, что я могу отрегулировать валики, я могу еще и активировать, сделать это сиденье активным. И при вхождении в поворот оно начнет аккуратно поддерживать меня с помощью вот этих вот валиков, с помощью специальных надувных подушек. Причем как само сиденье, так и его спинку. Это действительно очень-очень удобно. Что касается курсовой устойчивости, то я могу сказать, что инженеры очень серьезно поработали над этой проблемой у Мерседеса. И если раньше можно было, ну, не столь уверенно входить в повороты, да, отлично машина двигалась по прямой. Но по движению по горной дороге что-то и всегда останавливало. Здесь фактически ты идешь на пределе, на грани своих водительских возможностей и своих способностей. Объем двигателя Мерседеса CL 4600 кубических сантиметров. Мощность 435 лошадиных сил. Крутящий момент в 700 ньютон-метрах при 2100 оборотах в минуту. Разгон до сотни занимает 5 секунд. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км в час. А расход топлива, заявленный производителем, и это действительно так, 9,6 литра на 100 км пути. Теперь о самом интересном. Мерседес впервые применил в двух флагманских моделях активную систему предупреждения водителя о съезде с полосы движения. В частности, мне удалось испытать это самому. Я намеренно стал уходить из полосы и пересек сплошную линию на трассе. Сначала автомобиль небольшими толчками в рулевое колесо дал мне это понять. Я намеренно не реагировал на предупреждение системы. Тогда машина самостоятельно начала притормаживать колеса на противоположной стороне. Помогая мне остаться в полосе. Работает все системы настолько незаметно, что понять действие автомобиля практически невозможно. Ты лишь ощущаешь, что он их действительно производит и возвращает, самое главное, возвращает машину в свою полосу. Вот только боюсь, что в нашей стране, где зачастую нет не только нормальных дорог, но и разметки, все эти электронные примочки работать попросту не смогут, да и не будут. А жаль. Немного о том, как же все-таки все это устроено. Все автомобили оснащены видеокамерой, которая, анализируя информацию, самостоятельно определяет разницу между дорожным покрытием и нанесенной на него разметкой. Но и это еще не все. Мерседес, словно подводная лодка, постоянно сканирует пространство вокруг тебя. Может даже определить, есть ли справа или слева, к примеру, отбойник. Обмануть эту систему также не удастся. Машина может легко определить, намеренно ли я покинул полосу движения, или это произошло произвольно, случайно. Сделано это специально. Если вы не столь аккуратны и совершаете обгон, не включив поворотника, или просто поворачиваете. Система контроля мертвых зон сегодня никого не удивишь, но в Штутгарте решили ее несколько усовершенствовать. К примеру, если я игнорирую красные сигналы, предупреждения об опасности, расположенные в правом и левом боковых зеркалах. Мерседес самостоятельно включает поворотники и подает уже звуковые сигналы. Объем двигателя, цель 63 с индексом АМГ, 5,5 литра. Мощность 544 лошадиные силы. Крутящий момент 800 ньютон-метров. Кстати, заказав пакет Performance, его можно еще повыть до 900 ньютон-метров. Разгон до сотни при этом будет составлять 4,4 секунды. Максимальная скорость в обычном Мерседесе АМГ 250 км в час, а при пакете Performance 300 км в час. Расход топлива при этом составляет 10,5 литров на 100 км в час. Находясь за рулем версии АМГ, первое, на что обращаешь внимание, это на несколько видоизмененный руль. Дело в том, что в том месте, где у обычной гражданской версии располагается дерево, здесь он обшит алькантарой. Плюс в местах правильного хвата руль отделан алькантарой, действительно, и он толще. Приливы гораздо более ярко выраженные. Динамика этого автомобиля действительно поражает. И дело тут даже не в наличии большей мощности и более моментного силового агрегата. Автомобиль настроен совершенно иначе. Он более жесткий. Вот сейчас мы движемся в комфортном режиме. Если я сейчас активирую режим спорт для коробки и для подвески, автомобиль будет вести себя вообще иначе. И тем не менее, даже вот находясь на сегодняшний... Вот в данный момент мы движемся в комфортном режиме. Машина явно настроена и подразумевает под собой еще и то, что это действительно доведенный автомобиль, доведенный спортивными инженерами, и которые учили его ездить совершенно иначе. Я думаю, что, в принципе, для особых энтузиастов подойдет действительно режим, отключенный ESP. Он деактивируется с помощью специальной... Здесь, во-первых, и пунктов меню гораздо больше. Есть даже специальный пункт под названием AMG в меню, который находится перед глазами. Там вы можете установить себе секундомер. И тем не менее, я могу сказать, что это действительно совершенно другая машина. Она ведет себя совершенно иначе. Более того, я считаю, что столь мощный автомобиль, столь интересный настроенный, требует еще и некой большей подготовленности человека, находящегося за рулем этой машины. И, в общем-то, на это стоит обратить внимание при выборе. Если вы хотите комфорта и просто перемещения из пункта А в пункт Б, то, безусловно, вам подойдет очень мощный и нормально настроенный Mercedes CL500. Если вы хотите экстремального вождения, а тем более за рулем такого немаленького автомобиля, напомню, что длина целя больше 5 метров, то тут все-таки необходимо иметь достаточно высокий уровень подготовки и уметь управлять подобной машиной.